Друзья, всем привет! Сейчас нахожусь на стационарном посту «Два столба». Только что меня здесь остановили сотрудники полиции, которые так и не нашли в себе мужества признаться, кто из них меня остановил. Все как мыши разбежались по углам. И я вам сейчас расскажу почему. Потому что совсем недавно на стационарном посту «Два столба» Служба безопасности Украины и прокуратура Украины провела операцию по отлову коррупционеров. Такую же операцию, как в свое время, мы делали здесь неоднократно с Виталиком. В общем, взяли за задницу они здесь парочку козлов, которые вымогали деньги у водителей. Взяли с поличным их, все взяли и сделали красиво. Я надеюсь, что полицейские здесь местные наконец-то отъедут в места не столь отдаленные, а было все вот как. Остановили водителя здесь якобы за нарушение. В процессе общения выяснилось, что у него якобы перебиты номера двигателя или номера кузова на автомобиле. Предложили, конечно, этот вопрос порешать. Озвучили 1000 долларов водителю. Водитель начал торговаться, мол, таких денег нет. Сошлись сначала на 600 долларов, потом вроде на 500. В итоге была осуществлена передача долларов инспекторам полиции и прокуратура совместно с СБУ прямо здесь мордой в пол, прямо на этом посту стационарном и сложила этих маразматиков полицейских, которые здесь по жизни брали бабки. И всем это было известно. Мы неоднократно с Виталиком вам показывали, как это происходит. Я специально сделал вам подборку ссылочек. Посмотрите еще раз. Прошло буквально даже меньше недели после этого события. Вот сейчас я проезжал мимо этого поста. Вы можете посмотреть за работой полицейских. Сейчас тут столпилось около 10 человек. Тормозят они всех подряд под видом рубежа, операции, в общем, все как угодно. Но как только дело дошло до меня, смелых не нашлось, к сожалению. Признаться, кто меня остановил, какая была причина остановки. Порадуйтесь, что наконец-то хоть кого-то в этой стороне службы безопасности и прокуратура споймалось по личным на взятки. Спасибо большое. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, да, да. Продолжение следует... Не с кем пообщаться. Все на телефоне. Хорошо, я перезвоню. Я говорю, меня остановил патрульный. Я хочу выяснить по какой причине. Где вас остановили? Вот здесь. Когда? Ну, только что. Патрульный. А вы на что? Я на красной машине. Я не помню, что говорит, что... Вас здесь остановили, а вы... Что, меня здесь остановили, я протянул и остановился. А в чем проблема? Что, здесь можно останавливаться или что? А где останавливаться? Ну, патрульный какой-то. Пока я вышел, подождал, его не подходит. Подошел, спросил. Мне просто интересно, кто-то признается или нет? Ну, здесь никто, а я даже никто не ехал. Никто, никто. Так посмотрим сейчас, узнаем. Посмотрели, что мы, посмотри. Ну, так идемте, посмотри. Вы же старший. На рубеж машинах не вас могут останавливаться. Да, на рубеж он вас побежал, когда вы дура в 400 сработка был. Вот его остановили, а ты думал, что вас остановили. Нет, да я же чутко, я же знаю, когда меня остановили. Нет, просто я по станции лично только две минуты назад передавал, что это маяк. Да, он побежал. Нет, тут я уже был. Кто был? Я уже тут стоял, когда вы передали стараться. Ну, я не видел, потому что я был там наверху. Никто не при... Ну, что тебе снялась полиция? Кто же остановил? Я же сам не стал, не прибежал к вам. Ну, не знаю. Нет, уже, да? Я не знаю, не прибежал. Сам прибежал, сам, стал. Я уже ничего не удивляюсь. Я ничего не удивляюсь. А после чего вы не удивляетесь? После того, как СБУ мордой в пол клавала здесь или нет? После чего не удивляетесь? Мне просто интересно. То, что ходит с камерой поснимает. Так ему, как куча, так и куча. Так не просто ж ходит, как показала практика. Все-таки не поклеп же был. Все-таки ж были, а, прецеденты? Уже ж раз вы нам не верите, и с камерами, и вот этим дуракам, которые бегают. СБУ и прокуратуре уже ж поверить можно. Когда кладут на этом месте лицом в полу полиции, уже ж, наверное, есть основания. Но, наверное, все-таки где-то была правда в наших словах. Согласитесь. Не все же мы брали. Нет, так а что нам, не нам? Вы рассказываете что-то? А какой, а что разбираться? Мы ловили неоднократно. Представьте, все, зачем ты разговариваешь? Зачем разговариваешь? Есть какие-то вопросы? Есть руководство пустит. Мы занимаемся работой. Вас остановили, и при чем здесь одна эта работа? Просто остановите. Мы занимаемся работой. Вспомнили, да, все-таки, что вы работой занимаетесь? Мне просто интересно. Я вас не провоцирую. Мне интересно, кто меня остановил и почему. Мы занимаемся работой. Хорошо, хорошо. Я думаю, что найдем сейчас. Кто-то был. Я же не просто так говорил, что не совсем еще. Я же не перепутал. Что, идемте искать? Ну, ты что-то искать. Что там происходит? Признавай. Смелых нету. Не никто, а смелых нету. Ну, это либо же вы, либо вы. Я? Мы с вами встретились. Кто еще тогда? Кто еще у вас есть? Нет, скидывай, Саша. Я возил стой, а вы одну из бигрова. Ну, остановили все-таки. Но не признаются. Он говорит, с кинтектора я спрашивал, я стою по рубежу, машинка по станции, вы мне сказали? Нет, я уже стоял за ним, когда вы по станции. Когда вы говорили с ним по станции, я с ним уже стоял рядом. Вы когда про РАФ передавали, я уже вот здесь с ним стоял. А, на треволике? Меня до этого остановили. И только что мы на регистраторе посмотрели, и видно, что меня остановили. Но ваши помощники, к сожалению, не смогли сказать, кто это. Я у вас, как у Саша Смены, прошу, вы можете выяснить, все-таки кто меня остановил и за что? Если я спросил, никто не остановил. Я говорю, как мы его выяснить? Ну, не знаю, вы старшие смены меня остановили. Я говорю, никто, я всех спросил уже. Ну, так факт же, есть факт. Я говорю, никто, никто не остановил. Мы остановили машинку по рубежу, его не остановили человек. Нет, так вы же дошли факт. Я еще раз говорю, я говорю, всех спросил, сказали, никто не остановил, что здесь не проходит. Ну, вам врут, значит. Что, что? Ну, вам говорю, врут, значит. Врут, и что? Как я могу выяснить, врут или не врут? Ну, что значит капли, выясняйте, вы же руководитель. Я не знаю, но... Здесь старшая смена, я спросил, говорит, нет, никто. Значит, это недостаточно. Ну что достаточно? Давайте посмотрим, может, вы узнаете, кто это. Мы же хотели смотреть. Ну я их-то не знаю. Ну вы же смотрели, посмотрите, вот данный регистратор, я вижу этого человека. Он меня останавливал. Ну вы же его знаете. Ну вы на регистратор смотрите, посмотрели видео. Я говорю, вы старшая смена. Еще раз, вы на видео посмотрели у себя, кто вас останавливал? Я посмотрел, инспектор ваш. Ну какой вот из них? Ну так пойдите, может, вы его узнаете, я не знаю. Я не смогу узнать тоже. Почему? Вы свой персонал не знаете? Я не смогу узнать. А куда вы пошли? Диалог закончен? Что? Не знаю. Вы тоже, да, меня не останавливали? Я вот человека спросил. Я просто у всех спросил. Заходили на вопросы. Понятно. А можно журнал мне дать? Журнал поставил. Немножко он вас не пишет. Нету стержня. Спасибо. Не выделяют? По 500 долларов вам тут выделяют водители. Фотографик по всему интернету. Вы говорите, не выделяют. Уже все зафиксировано и все равно не выделяют вам. Все время мало вам, а? Вы видите интернет. Но если это все... Вы если хотите, я вам запись напоминаю. Ну, если вы хотите, я вам запись напоминаю. Я говорю, вам запись напоминаю. Зачем мне надо смотреть ролики ваши? Нет, я вижу, что вы пытаетесь записывать. Меня? Да вы сами все записываете, мне делать нечего. Ну да. Ну да. Ну, смысл вы просто. А вы не смотритесь? Вы с камерой не смотрите? Не смотрите ролики? Ну, когда есть время, то смотрят. Нет, просто я хочу понимать, если вы с них не смотрите. Если есть время, то смотрят. Кто ставит на дизлайк? Кто ставит? Да. Ну да. Точно? Ну да. Я не знаю, может вы и тут не признаете? Может вы на тихую заходите в коллег, и ставите дизлайки. И тоже не признаете? Я надеюсь, я вас не буду видеть в криминальных хрониках? Что я вот... Вас не увижу в криминальных хрониках? А вы говорите, желаю вас. Нет, я говорю, я надеюсь, я вас не увижу в криминальных хрониках. Не знаю. А почему ты там увидишь нас? Чего ты нас там видишь? Ну, с того, что я периодически ваших коллег вижу мордой в лицо вот там вот возле... Каждый коллега отвечает за себя Что не думает головой, что делает Это неправда Это когда на гражданке Когда в полиции есть руководитель, который несет полную ответственность за своих подчиненных Нет такого, что кажется за себя отвечать Если в коллективе есть патрульный, который берет взят Ну, видимо, он подумал, согласитесь Видимо, он не просто подумал Я думаю, что цельное образование данной взятки Зависило от того, что он хорошенечко подумал, посчитал И именно такую сумму попросил Это не нам судить Ну, ладно, люди судят, они же смотрят, читают новости Я понял Ну, надеюсь Ну, вы считаете, после этого события какая оценка была? Ну, не очень Я не могу дать вам себе оценку Не, не сам себе, коллеги дайте оценку Можете коллеги дать? Ну, хоть кому-то, но не себе, а коллеги Не имею, но по-поному Яс Яс Короче, смелости, я думал, вы хоть и начали работать по закону после этого случая с СБУ А все, такая же херня Останавливайте все подряд, морозите Блин, ничего у вас здесь не улучшит Я поражаюсь